Доброго времени суток. Как известно, квадратный трешчлен y равно ax² плюс bx плюс c или x² плюс bx плюс q может быть представлен в следующем виде. y равно x-m в квадрате плюс n, где m и n это координаты вершины параболы. Ветви параболы направлены вверх. Прямая x равно m, очевидно, является осью симметрии этой параболы. Поэтому, если эта парабола пересекает ось x в двух точках, то это говорит о том, что соответствующее квадратное уравнение имеет два корня. И эти корни x1 и x2, поскольку расстояние между ними равно a, m это получается среднее арифметическое этих корней. Следовательно, x1, m минус a на 2, x2, m плюс a на 2. И тогда, очевидно, расстояние от x1 до x2 будет равно a. Далее, y от x1 и y от x2 должно быть равно 0. И при подстановке x1 и x2, сначала x1, потом x2, соответствующее уравнение у нас получается в скобках плюс-минус a деленное на 2 в квадрате. Ну, квадрат дает положительное значение того, что у нас в скобках. И тогда n получается равно минус a в квадрате деленное на 4. Можно посмотреть на данной интерактивной модели в живой геометрии, что да, действительно, это все выполняется. Вот, например, возьмем m минус 3, m, допустим, минус 1. Так, и что у нас тут получилось? И что в результате получилось? Так, вычисления. И что в результате получилось? Так, n равна 1. Мы не можем брать минус 1. Иначе тогда просто нет точек пересечения с осью x. То есть, n должно быть, естественно, отрицательным. То есть, вторая координата вершины параболы должна быть ниже оси x. Тогда, смотрите, x1 минус 4, x2 минус 2. Значит, расстояние от x1 до x2 равно 2. И минус а в квадрате деленное на 4 равно минус 1. Так, как и должно быть. Материал подготовил Шаховцов Виктор Анатольевич специально для сайта Ягубов РФ. Шаховцов Виктор Анатольевич